Добрый вечер, мои дорогие друзья и мои дорогие подписчики. С вами снова я, ваш горячо любимый Ланзар. Сегодня мы с вами продолжим прохождение нашей видеоновеллы под названием «Хроники последних дней». В прошлой серии мы познакомились с любимой долей персонажей данной игры, но в основном это была история о Джереми, точнее говоря, первая глава о пастыре Джереми, который является священником данного городка под названием Ятон. И, судя по всему, его жизненный путь, скорее всего, закончился на алтаре данной церкви. Непонятно, что с ним произошло. Возможно, аннигиляция. Возможно, он реально умер непосредственно на этом алтаре. Мы не можем понять физику того, что же здесь могло произойти. Но чтобы понять, в чем же тут дело и ответить на все эти вопросы, уж следует идти дальше. Так что, я думаю, пора нам двигаться. Так, вы посмотрите, какая красота, да? Вот интересно, почему вместо огня здесь вот непосредственно вот эти витки света. Возможно, это тоже имеет какую-то ключевую роль. Вообще, все, что здесь связано со светом, ко всему этому нужно относиться с некой толикой скептицизма. Потому что не все, что ты видишь, отражено просто так. Особенно вот эти витки света вместо настоящего огня. Ну, здесь, видимо, это приглашение на какие-то слушания, да? Это Библии тут пачками. Красота. Ну, вообще, тут комментарии излишние. Ну, здесь все, что я могу, так скажем... Ну, лично мое мнение, что здесь, по сути дела, только одна картинка. Конечно, очень красиво, но можно было бы здесь украсить все бликами звезд. Потому что у каждой звезды есть своя яркость. В зависимости от удаленности можно было что-нибудь из этого добавить. Но, мне кажется, разработчики игры были не столь сильны в астрономии. Да, и в целом это их не касалось. Главное было добавить какую-то картинку. Но здесь, по крайней мере, они отобразили непосредственно Млечный Путь, нашу галактику. И, как вы видите, вот концентрация больших скоплений звезд. Вот там как раз находится центр нашей галактики. И, насколько мне помнится, наша Солнечная система находится где-то в полпути до центра нашей галактики. Где, по мнению многих ученых и экспертов, находится черная дыра. Вот так вот. Так что мы один из очень-очень многих миров. И, когда многие говорят, что что-то... Ну, вообще задаются вопросом, что неужели мы единственная планета, где есть жизнь. Да, я говорю, ребята, это... Перестаньте. Мы далеко не единственная в жизни. И далеко не уникальная. Вот это наш следующий персонаж. Теперь пойдет история Уэнди. Начинается история Уэнди. Вы чувствуете, какая красота? Оттенки, картинка, музыка какая. На моей памяти вообще в целом... Вот хроники последних дней, да, Every Bug is Gone to the Rappier, является единственной игрой, где, помимо музыки, используется еще и вокал. То есть, непосредственно песни. Потому что очень редко бывает, когда вокал используется для... Ну, вообще, в разработке игр. По сути, здесь есть конкретный подтекст. И песни здесь разбросаны и везде непросто так. Соответственно, здесь, видимо, имеет какой-то смысл непосредственно к истории Уэнди. Вот данная песня. Но, опять же, кто силен в английском, те лучше разберутся. Посмотрите, какой прекрасный домик просто. Цветы такие, вот прямо листья. Все это обросло на дому. Кстати говоря, вот такие домики с такой вот интересной крышей. Они реально существуют в Британии, в Шропшире, да. Недалеко от Портсмонта. То есть, это довольно характерная архитектура для тех мест. Так, ну, давайте зайдем в домик. Тут опять искажения. Идут пространство и время. Судя по всему, здесь нас ждет опять какая-то... Да, точно, здесь есть воспоминания. Так, попробуем запустить. Выглядишь сегодня очень усталой. Эта чертова собака всю ночь мне не давала спать. А потом еще вот то. В небе по радио сказали, что это электрическая буря. Уж не знаю. Я с утра в саду нашла несколько мертвых птиц. Мне очень жаль. Может быть, это как-то связано с атмосферными явлениями? Стивен должен знать. Я ему сейчас позвоню. Естественно, Стивен. Я ведь почему зашел? У нас было несколько случаев с пожилыми постояльцами. Миссис Боттон пропала, иначе пока не могу сказать. Ушла куда-то, наверное. Я подумал, стоит заглянуть проведать вас. Комитет говорил про эпидемию гриппа. Да, я уверен, что это не грипп. Ну вот, голова у вас не болит? Кровь из носа не шла. Как суставы, тошнит. Доктор Уэйт, я-то в полном порядке. Вступайте, поищите того, кто на самом деле болен. А если увидите моего сына, скажите, что его мать ищет. Уже начинается некое понимание того, что, ну, по крайней мере, уже на этом этапе, что Стивен тут натворил делов. Определенно. И, кстати говоря, вот вы заметили, вот эти отмотки времени дня и ночи, да? Это непосредственно отсылка того, в какой момент времени произошло то или иное событие, которое мы открываем. Точнее, воспоминания. Красота. Вот здесь, оказывается, маленький прудик. Я даже его раньше не замечал. Я просто сюда не заходил, честно говоря, не помню уже. Так, здесь заперто. Так, пойдем дальше. Кстати говоря, надо с пониманием отнестись, что здесь одним из больших минусов данного проекта, то, что нет возможности набрать скорости. Тут со шифтом это беда. То есть, если и можно разогнать нашего персонажа, да, то только очень медленно. А не за раз, за пару секунд. Лепота. Я помню, как запускал эту игру в семнадцатом году на своей видеокарте 1650 без TI. Ну, там тормозило реально. Вот сейчас я играю на 3060 TI. Неплохо, стабильно. Довольно-таки качество держит. На стройках я не копался. А, там это поселок, в котором мы были в прошлой серии, то есть мы туда вниз спускаться уже не будем. Хм. Хе-хе-хе. Я вот на птиц смотрю, святой отец. Живут без какого-то бремени просто, свободно. Как бог и замыслил. Хе-хе-хе. Довольно тонкая материя, да, что бог замыслил, да, так оно и есть. Но, увы, есть одна, вот, я не знаю, как в математике, точнее говоря, с точки зрения математики сказать, есть некая переменная в жизни человека, да, которая попросту меняет все то, что бог и замыслил. Это сам человек. Мы сами меняем нашу жизнь в лучшую или в худшую сторону. Это уже как посмотреть опять же. Но, учитывая то, что произошло конкретно вот в этой деревушке, не могу сказать, что здесь произошло что-то хорошее, однозначно. Мангальчик тут стоит. Так, здесь опять книжонки. Тут здесь должно быть... А, точно, да. Здесь надо подняться, тут радио будет, скорее всего. Еще одно сообщение от Кейт, нашей любимой. На всех компьютерах в обсерватории оказалось установлено время 6.07, 6 июня 84 года. Не понимаю, почему так. Кстати говоря, я тоже заметил, что на всех часах, где вы бы, в какой бы дом не зашли, в какое бы помещение, везде на часах стоит время 6.07. Вроде 6.07, да. Интересный момент. Так, я думаю, мы пока туда не пойдем, наверное, нам нужно пробраться в тот домик. Сейчас посмотрим, как нам логичнее поступить. Тут попросту не будем далеко отходить от подвествования, потому что в целом здесь можно пройти, здесь открытый мир, можно пройти уже на третью главу, на четвертую, да. Но чтобы не отходить от подвествования, да, конкретно, будем идти, то есть в рамках вот как раз открытой местности. То есть далеко в чащу, в глушу, точнее, ну туда, в леса, мы заходить не будем, иначе попадем в другое место. Добралось до полустанка Хевертон, пока мы собирались линии резать. Просто стали набираться случайные номера. А наблюдаемые симптомы те же, что у нас тут? Тошнота, головная боль, кровь из носа, кровотечение. Потом свет, что бы то ни значило. Значит, нужно его остановить, пока оно не нашло выход из долины. Клайв, нужна бомбардировка. Что? Самолеты с газом. Нужно его прикончить. Нет. Нет, я не согласен. Мы изолировали долину, перерезали линии, все под контролем. А если ты ошибаешься? Совесть твоя это выдержит? Я же сказал, что все под контролем. Кстати говоря, один из ключевых моментов. Можно многое сказать относительно этого света. Как бы у меня свое мнение. Но вы можете выстраивать свою точку зрения. Если кому интересно, пожалуйста, пишите в комментариях, у кого какие идеи. Что же это может быть? Опять же, видите, здесь все разбросано, оборвано. Вот прям побросали все в кучу. Налево-направо. Ну, есть некое чувство, что здесь вот все в спешке забросили и ушли. Ну, по крайней мере, здесь так показано. Но опять же, еще раз говорю, здесь нельзя доверять всему тому, что видишь. Это не тот самый проект, где можно слегка сказать, что это находится на том самом месте, где должно быть. По логике вещей. Вот опять кровавые салфетки. И тут тоже. Хе-хе-хе-хе-хе. Мой черед, кажется. Спорить не буду. Фэнк, а ты на небо смотрел? Потрясающе. Никогда такого не видел. Не знал, что у нас еще и вечер пояса и чарты. Хе-хе-хе. Все, да? Да уж. Такой серьезный подход к выпивке. Хе-хе. Это похвально, конечно. В узких кругах. Да, мертвые птицы вези разбросаны по дороге. Я тут, а никого из них нет. А этот глупый пес, если повезет, попадет под машину. Бешенство у него, точно говорю. Да, интересно. Обвинение. В адрес собаки-то. Харви. Да, интересно. Аутентично. Что-то, товарищ, я говорю, дама Венди. Нас куда-то дальше ведет. Так. Где мы с вами еще не были? Ну, вот здесь, ясно видно. Вот здесь везде мертвые птицы валяются. На всем пути. Видимо, собака куда-то сбежала. Вообще красота какая. Это, ладно, послушаем, что скажет. Я же говорила, что мы застрянем. Надо было на машине поехать. А это дурацкая идея. Переезжать сюда было дурацкой идеей. И Барбара мне говорила, что дороги перекрыты. Что, Барбара говорила? Так вот я о чем. О том, что каждый кадр данной игры стоит того, чтобы заскринить и поставить на рабочий стол. Настолько здесь все красочно, грамотно, тени, цвета. Все прямо подогнано. Как будто отголоски поезда, да. Здесь же недалеко станция. Да, вон там станция находится. Вы видели когда-нибудь вот такую игровую коня? Я никогда не видел. Да, тут у нас есть воспоминание. Так, разгоним. Бенди, я замужем. Хватит. Он все еще любит тебя, Элизабет. Он ушел. Слишком поздно. Вы любили друг друга задолго до того, как она появилась. Просто надо сделать все так, как оно должно быть. Бенди, нет. Вы же все равно будете встречаться. Один стаканчик разве навредит? Ну ладно. Один. Один? Отлично. Ну, вы понимаете, да, что это игра не совсем для детей. Все-таки здесь больше контингент 18+. Здесь раскрываются довольно емкие взрослые темы. Так что здесь особо не пошикуешь с детьми, не посидишь. Так, я думаю, вот так есть выход через речку на ту сторону. В принципе, можно пройти. Ну, вот разве не красиво? В целом, вот если сравнивать проект Diorrestor, да, первый проект, такой профессиональный проект компании WeChinese Room, да, то в плане разработки непосредственно воды, да, они шагнули вперед довольно. Все-таки вода в Diorrestor, по моему мнению, все-таки видно, что нарисована, а здесь она уже обретает более натуралистичные, так скажем, формы. Так, физика, то есть более натуралистичная. Ну, здесь надо упомянуть, что все-таки данную игру помогал разрабатывать WeChinese Room компания Sony, который стал дистрибьютором, да, выпустившим игру и профинансировавшим, между прочим. Я его не вижу. Может, нам спуститься? Да брось. Надо спешить. Жон, мы не можем его так бросить. Вдруг он ранен? Диана, очнись. У нас ребенок в машине. Надо ехать. Нельзя же просто так уехать. Смотри, он там, в машине. Он ранен. Мы должны спуститься. За уже. Брось его. Надо выбираться отсюда, пока можем. Господи, он пытается ремень отстегнуть. Отлично. Он жив. Пошли. Дорогай. Живи. Как же это довольно-таки предсказуемо. Обычно вот в такие моменты, да, ну, когда наступают тяжелые дни, там, война, голод, я не знаю, там, всякие эпидемии. По сути, каждый сам за себя. Это только индивиды могут наступить, так скажем, себе на одно место, да, и сказать, что все-таки помогать надо. Нужно перешагнуть через себя, да, и... Ну, это единицы, опять же. Не каждый способен геройствовать. Лэнди, что же ты себя совсем не бережешь? Они все сдохли, Святой Отец. Все мои птицы. Вот. Возьми мою куртку. Я пыталась быть благочестивой, жить по заповедям, но я была гордой. Как Господь простил тебя, так должна простить и ты. Главное, чтобы мы все старались. Бог все видит. Да. А тебе лучше вернуться в деревню со мной. Я не так далеко от Стивена и должна найти своего сына. Эдди поступил бы так. Да. Наверное. Я буду за тебя молиться. Спасибо, Святой Отец. Спасибо. Знаешь, она ведь тебя любила, Мэри. А ты ей помог. Прости, что осуждала тебя. Теперь это уже не важно. Поздно. Тебе нужно найти место и выспаться. Утро вечера мудренее. Эх, эх. Сначала обсирал несчастного падре. А теперь, как говорится, всегда настаёт момент прощения. Это и с друзьями, и с врагами. Это всегда так. Какая музыка вообще. Красота. Так, а ну-ка, давайте-ка пойдём пока туда. Посмотрим, что там интересного. Для начала. А, то есть здесь, получается, он обломал заборчик, да, и вылетел прямо в речку. Судя по всему, как по мне кажется, водителю стало плохо за рулём. Видимо, захлебнулся в собственной крови. Ну, надо понимать, что у всех здесь шла кровь с определённого места. Но это как следствие. Насколько помню, вот здесь есть некий проход. Да, здесь есть проход. Но я вот, не знаю, может сначала сюда сходим, потом уже вернёмся сюда на железную дорожку. Да. Сюда есть проход. Здесь есть ещё одно воспоминание, я сразу вспомнил. Не ожидала тебя тут встретить. О, что случилось? О, прости. Я в порядке. Всё хорошо, просто... Роберт. Он тебя не заслуживает. Знаю. Все меня считают старой занудой, которая лезет не в своё дело, но кто-то должен говорить то, что остальные только думают. Мы знаем, что не таким брак должен быть. Ты говоришь про меня и Роберта? Или про Стивена и Кейт? Скорее про них. Мне бы смириться. Да. Но ведь она не отсюда. Ты ведь это чувствуешь? Это место наше. Не еду. И я не про цвет кожи говорю. Не надо на меня так смотреть. Хе-хе-хе. То, чем они там занимаются, вот что ненормально. Есть вещи, которые и не нужно понимать. Мне она не нравится. И то, что Стивен с ней. Пока он с тобой оставался, то и по-человечески лучше был. Да уж. Тут некий любовный бермудский треугольник, считай. Ну что сделаешь? Против сердца мужчины не пойдешь. С одной стороны. Но с другой, мне кажется, все-таки есть некая только несправедливости. Все-таки. И особенно, если тут упоминается уже цвет кожи, да. Хотя надо понимать, понимать, что это как раз 80-е, вот начало 90-х. Это как раз было то время, когда к представителям другого цвета кожи, другой расы в Америке, да и в Англии относились с определенной только недоверия. Ну, дискриминации и все там дела, поэтому. Здесь этот момент издалека, так скажем, намекается. Здесь у нас тоже есть интересный момент. Говард, что случилось? Слава богу, Стивен. Тебе надо найти распределительный щит. Проверь, работает ли там телефон. Стоп! Не надо туда ходить! О, господи. Идиоты, чертые. И куда они поперлись? Наверное, думали, что смогут выйти вдоль линии. Похоже, поезда какое-то время ходить не будут. А ты бесчувственная, сволочь, Стивен. Я прагматик, Говард. Говоришь, в распределительном щите может телефон работать? Как жестко, да? Ну, судя по всему, поезд летел с катушек только потому, что здесь, короче, некоторые индивиды попали под рельсы, ну, которые пытались выбраться из городка. Тут везде вещи разбросаны, их тетрадки, альбомы, чемоданы. Ну, жестко. Ну, судя по всему, это... О, смотрите-ка. еще одна газовая бомбочка. Еще и тут. Одну мы видели, получается, вдоль речки в самом поселочке и здесь еще одну. между прочим, здесь я ее не замечал раньше. Так, здесь у нас что? я потерял ботинки. Я потерял ботинки, сэр. Зеленкий противник. Они забрали мои ботинки, сэр. Он бредит. Говард лентом. Открой дверь немедленно. А теперь вставай. Вставай. Я потерял ботинки. Чем ты тут занимался, Говард? Стивен велел мне остаться. Вдруг Лиззи позвонит. Стивен? Где он? Зачем тебе птица? Соберись, Говард. Где Стивен? Он сказал, что все без толку. Забрал мои ботинки, чтобы я не ушел. Слушай меня, Говард лентом. Ты найдешь свои ботинки и пойдешь в деревню. А ты сишешь отца Джереми, он тебя накормит супом. Все, ступай. А ты куда? Я буду искать своего сына. Хочу спросить, чем он вообще занимается? Да уж. Я еще раз повторюсь. Стивен наделал делов. Вот еще одна мертва птичка. Да уж. Читать я это не буду. Пойдем дальше. Так. А насколько я знаю, дальше мы здесь не пройдем. Надо выходить отсюда. Так. Что у нас здесь? Короче, Стивен тут наворотил делов. Одним сказал, делайте так, другим так. Исходя из собственных интересов. Судя по всему, он здесь спровоцировал своеобразную панику. Если говорить на данном этапе. Возможно, вкупе скейт. Они это намутили. Так что, посмотрим. Не сказать, что здесь очень много домиков, но обычно даже если считать в целом ну, как должен себя выглядеть вообще провинциальный городок, но здесь очень сильно разбросаны дома, как по мне. Как-нибудь по сути не должно быть в таком городке. Очень разбросанно. Но это специально сделано. Рэйчел, прости, что записала поверх твоей музыки, но мы с папой на случай, если ты вернешься. Знаю, ты с миссис Грейвс, но если ты вдруг вернешься, мы отправились к барблею. Ави! Ави! А, только запись здесь. Господи, Эви, времени на это нет. Чёртова машина не заводится, придется идти пешком. Сэм, тихо, это для Рэйчел, вдруг она вернется. Чарли сказал, что все собираются в клубе. Рэйчел в лагере, все с ней будет хорошо. Рэйчел, детка, мы пойдем в клуб, будем ждать тебя там. Думаю, тебе лучше быть дома, и во всем слушаться миссис Грейвс. Мы тебя любим, пока. Закончила? Тогда, держите, маданы пошли уже. Скорее! Ну, обычно такая ситуация у нас была дома, у родителей. Отец всегда подталкивал маму по-быстрому собраться, по-быстрому, ну, хватит уже, все дела. обыденная, обыденная женская схема. Я никого не дискриминирую, не хочу дискриминировать, это не сексизм какой-то, просто реально, когда собираешься куда-то идти, всегда приходится ждать представительницу противоположного пола, пока соберется. Морально, духовно, эстетически. Эх, красота-то какая! Вон там у нас, получается, пчелиные улья. Тут, по сути, пчел держали еще, Разводили. Бизнес делали? Рядом со мной в обсерватории что-то есть. Чувствую, как оно пытается меня коснуться. Когда оно близко, меня охватывает сильнейшее чувство одиночества. Да, двусмысленности здесь хватает. Закрыто. Ну, здесь львиная доля домов чисто стоит эстетически, они закрыты. что хочешь от меня, друг мой. Так, а ну-ка, давай-ка пойдем-ка пока сюда. Посмотрим, что здесь у нас. Опять же, птички. Давай-ка. 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 Ну давай-ка, сволочь. О, господи, только не сейчас, ну. Ага, чертовы хреновина, боже, ну только не сейчас. Заводись, скотина, заводись, давай же. Да уж. В итоге не завел, матягнулся. Как же это характерно. Так, ну давай-ка зайдем сюда, посмотрим, что здесь у нас. Стивен, ты здесь? Это мама. Ответь. Стивен! А, кстати говоря, вот это как раз-таки и есть ну, схема вот этого рисунка. Судя по всему, это и есть дом Стивена. Здесь он, я так понимаю, жил с матерью, с родителями. Характерная схема, да, для любой матери. Всегда, так скажем, наезжать на девушку своего сына. Ну, это типичная комната для любого ученого. Стивена и Аполлтона. Опять же, вот смотрите, часы 6.07, да, тут он, что, это, видимо, с рук Стивена везде черкануты вот эти все помытки. видимо, это тоже некий намек на то, что вот именно вот в этих сонах есть очень ключевые моменты для него самого, для Стивена. Так, что тут у нас? Вот здесь получается созвездие Геркулеса, вот это созвездие Ориона. Характерная черта, потому что здесь получается у нас три звезды, это получается пояс Ориона, да, внизу у нас Ригель, внизу, справа, а наверху слева это Бетельгезия. Это я хорошо знаю, почему? Потому что, ну, сам неслабо занимался в свое время астрофизикой. Бетельгезия, это, между прочим, одна из самых крупных звезд сегодня на звездном небе и, по сути дела, считается сверхмассивной звездой, сверхгигантом. И многие говорят, что, скорее всего, она скоро взорвется, если не взорвалась уже, и если она взорвется, ее яркость будет чуть ли не затмевать яркость Луны по ночам или даже будет ну, где-то вровень. То есть, судя по всему, мы не будем видеть с вами никаких полноценных ночей. Так, ну, это вообще, если уж говорить про сам промат, я не понимаю, я вот в этих формах вообще не разбираюсь. Именно поэтому я прошел во врачи. увы, формулы, математика, это не мое. Все вот эти тангенсы, катангенсы, это уже пройден этап жестокий, жесткий, пройден этап моей жизни. я так понимаю, она пыталась связаться все-таки со своим сыном, но никак и не смогла это сделать. здесь закрыто пока. да, ну, у нас, получается, следующий этап будет как раз-таки на ферме. так, а, нет, не здесь, я неправильно, смотри, вот, последнее воспоминание, я так понимаю. эй, кажется, сложно запустить. А, я только заметил, что здесь целая сумка с мертвыми птицами. Словно твой папа снова будет с нами. Я здесь. Я здесь. Прям мурашки по коже пошли. Сюда. Ну, и, судя по всему, в этот момент погибла и сама Уэнди. Эй. Уже чувствуете, как выстраивается сама картинка произошедшего? Скорее всего, то, что послужило причиной смерти Уэнди и Джереми, было непосредственно то, с какой целью непосредственно прилетели самолеты сюда. Скорее всего, уже есть некие мысли относительно того, что самолеты прилетели, сбросили бомбы и в этот момент погибли вот эти два персонажа. Ну, как по мне кажется. Но это пока преждевременно об этом говорить. Мы пойдем дальше с вами. Я думаю, на сегодня пока хватит. У нас будет еще, как минимум, четыре главы впереди. Ну, пишите свои комментарии, отзывы, если вам интересно. будем продолжать и дальше. Сейчас у меня все-таки немножко насыщенная неделя рабочая. Постараюсь хотя бы раз в два дня снимать вот такие вот прохождения и делиться с вами. И вы делитесь со мной, не стесняйтесь, делитесь своими комментариями, делитесь своими мнениями. Если вообще интересно это будем делать прохождение и дальше. Если у вас какие-то есть интересы свои, то есть может у кого-то есть какие-то предложения, на что можно сделать какое-нибудь прохождение, пожалуйста, предлагайте с большим удовольствием. Мы это устроим с вами. Ну, а пока что на этом все. Вам спокойной ночи, всего хорошего, наилучшего, до скорого. До свидания.